В прошлом году, с 1 января, в полную меру, начали реализовывать федеральный закон 56-й. Я думаю, вы, может номер вам ни о чем не говорит, но в народе этот закон обозван тысяча на тысячу. Софинансирование пенсии. То есть в прошлом году, с января, значит, уже с октября он вступал 8-го года в силу, там люди только писали заявление, кто желал принять участие в этой программе софинансирования. А с января уже начали, кто твердое решение принял, значит, он твердо начал уже уплачивать эти страховые взносы. Значит, у нас на территории области, ну вот зарегистрировано, наверное, так, порядка 27 тысяч заявлений вот от граждан, которые желают участвовать в этой программе софинансирования. Ну, здесь мы должны сделать оговорку. У нас заявление к нам в область поступает из других регионов. Это связано с тем, что у нас один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов Стальфонд, а, значит, центральный, или как правильно сказать, офис находится в Череповце. Поэтому все, что где они нарабатывают, а у нас с ними заключено соглашение, они являются трансфер-агентами пенсионного фонда, вот негосударственный пенсионный фонд Стальфонд. Поэтому они работают вот в части этой программы, вот, тысяча на тысячу. И они очень много привлекают граждан, ну, путем, там, разъяснительной и другой работы с других территорий. А в итоге все эти заявления оказываются здесь, у нас, в Череповце. Поэтому вот 27 тысяч, но это с другими регионами. Если взять чисто Вологжан, чисто, вот, Вологодск, жители Вологодской области, это там порядка трех с небольшим тысяч. Но, тем не менее, три с небольшим тысячи, они перечислили порядка 14 миллионов за прошлый год. Вот надо дополнительно на свою будущую накопительную часть пенсии. 14 миллионов. Вот на эти 14 миллионов, значит, будет государственное софинансирование. Ну, при одном условии, чтобы платеж был не менее двух тысяч. Ну, не больше, да, 12, но мы как-то все время нижнюю планку обозначаем, чтобы люди знали, что, да, вот, если больше перечисляй. У нас есть одна жительница Череповца, она, по-моему, в январе, когда только вот уже начались живые платежи, она взяла, перечислила 48 тысяч. Ну, это дело гражданина. Она прекрасно понимает, что она софинансирование получит только на 12 тысяч. Но, тем не менее, она сочла, вот, возможно, перечислить 48 тысяч. Честно вам скажу, Вячеслав Евгеньевич Позгалев, губернатор, участвует в этой программе. Я знаю, что и у него супруга участвует в этой программе, и внук. Ведь, вы поймите, программа 10 лет будет, эта программа 10 лет. За 10 лет, ну, я не говорю там о суммах, ну, по 2, там, или по 12 тысяч. Но за 10 лет все-таки какой-то капитал уже образуется за 10 лет с участием государства. Это понятно всем. И, условно, сейчас там, ну, внуку или внучке, там, 12 лет, да, через 10 лет ей будет 22 года. Она уже вступает в зрелый такой вот возраст, когда надо думать о чем, о будущей пенсии. И у ней уже есть какой-то за 10 лет капитал. Уже есть. И она уже, вот, через 10 лет заканчивается эта программа софинансирования государства. Она уже сковалась у ней капитал, и она уже будет думать, как же им распорядиться-то. Вот, мы и говорил я вначале, в управляющую компанию отправить эти средства. Или уже она сразу их отправит в негосударственный пенсионный фонд. То есть у ней уже появляется право выбора. И право, то, что она уже свою будущую пенсию копит с молодым. Причем вот этот закон, он уникален в том плане, что вот и государство софинансирует. Там и третья сторона еще может быть. Работодатель еще может софинансировать. Гражданин, государство и работодатель. У нас два, есть два работодателя, ну это я условно называю, два предприятия, которые вот третьей стороной выступили и за своих работников дополнительно еще платят.